Привет, привет, друзья. Центральный рынок. Две недели вперед. Пошел. Посмотрим овощи. Персики. Персики красивые. 60. 47 виноград. 60 грушек красивые. Киви 90 килограмм. Бананы 13. Пойдем дальше. Покупать сало. За салом пришли. Вот какие гарни грибочки. 43 шикарные. 23 чуть-чуть такие. Можно все равно. На подливку хорошие. Зелень такая красивая. Свининка гарна. Смотрим. Я иду к моей женщине по салам. Доброго дня. Ой, а что у нас с салом? Раскупили. Я специально приехала. А я хотела и такого, и другого стала, как в тот раз взять. Того что? Так, почем а шея у нас? 140. 150. Кострец. 115 сегодня, да? А язык свиной сколько? 65. Это суповой наборчик, да? Хороший. А за сколько отдаете? Неплохой. А? За десятку. За десятку. Хороший надо, наверное. И салка у нас сегодня почем такой? Это почерева. 100, 120. Забрать кусочек. Наверное. Да не, я не буду. Я только кофе, я после кофе не могу. О-о-о-о. Давайте за 100 заберу. Ну, нет. И 100, 20, 30, а за 100 куда? Хайба, да 110. Хорошо? А вот этот кусочек, это что? А, это похуже значительно. Резо 110. Не жаль. Пройдемся. Пройдемся. О, такого я хотела. Такое почем у вас? Восемьдесят пять. На девяносто восемьдесят пять. Ну, душа, смотри. Слежая, да? Слежая, свежая, не солоная, не темно. Пробуйте, просто попробуйте. Ну, это я даже попробую. Я такое и хотела. Я не подчереву хотела. А у вас сколько кастрец? Я возьму сейчас. Сто пятнадцать. Сто пятнадцать и ошеек. Сто тридцать ошеек и 110 под лопаточник. Под лопаточник, да? О, а может взять ее? Кляньте, это она самая... Наплов, хорошо. Супер. Давайте, салфо сначала, вот этот кусочек. Так, не ткать пальчик. Нет, вот этот. Вот это? Да. На пятьдесят? Ну, давайте. За пятьдесят, да? Ой, как хорошо. Уже приятно. Да. Да. Милая женщина, я пройдусь, я только зашла. Надо пройтись, потому что меня дома отчитали. Ты пройдись, посмотри, а потом бери. А то ты как школьница. Нет, нет, нет. Снимаешь, а сходу берешь. Я пройдусь, там дядька, он еще хороший, я его помню. Ассортимент понравился, он мне. Вам тоже, дай бог здоровья. Мяса очень много. Говядинка, да? Да, она попадает. А почем, а здесь нет, вот, вот, рябчик, рябчик. Рябчик 140 грязи. Цена та же. Две недели та же цена. Маслачки. Это же говязь, да, маслачки? А сколько маслачки собачки взять? Или 7 гривен за килограмм. А давайте килограммчик мне таких, это, как для таксы таких, не очень больших, да? Выберешь собачку. Пойду? Пойду, тут это как раз, она полностью сгрызает. Это большая? Ничего, пусть будет. Ну, тут это так нужно. Толкой хватит есть. На десятку. Хорошо. Сегодня у нас четверг. Ну, мясо... Пятница, прошу прощения. Мясо огромный выбор, огромный. Цены те же. Две недельки прошло, цены те же. Не, я вам, чтоб вы сюда мне закинули, да некуда оставить. Спасибо большое. Хорошей торговли вам. Пока-пока. Такой ассортимент. На любой вкус. Тут копчености у нас. Дальше рыбка идет. Тут тоненькое сало. Вот за 35 можно взять. Кому на зажарочку. А это вытапливать за 20, да? Вытапливать оно, да? На шкварочке. За 20 ривен. Ой, какие сало. Хай бог мыло. Я как краса. Вот это красота. Да, я уже взяла. Я кусочек взяла. А почем такое вот шикарное? Ну, какая же цена. Так на половину тоньше. Такая же цена. Вот не надо спешить никогда. Я взяла. Вот уже вышкварки готовые. Вот я покажу сколько много всего. Просто пусть люди посмотрят, что сельское хозяйство не пропало. Частное у нас. Сельское хозяйство, частное, живет в городе Квименчуге. Его не задушат. Доброго дня. Там взяла только шоу и побачила гарниши. Поспешила. Надо было пройти слух потом и сдать. А, гаденька. Шумно, весело. Привет, привет. Хорошей торговли. А, привет. Привет. Я с Суржиком разговариваю. Я дитя Советского Союза говорю с Суржиком. Не выбить. Десять русских слов, одно украинское. Дитя Советского Союза. Я вас знаю. Алла Ковальчук вас снимает. Доброго дня. Доброго дня. Вот какое стало. Шикарнейшее. Посмотрите, какие шмаки. Люди закупают. Винницы. Люди берут. Не надо, не надо. Хорошо. Уже жалуются. Не все любят, когда снимают. Я чисто продукцию показала. Длится не снимание. Вот я кесало. Большой выбор. Здесь же можно взять государственную курятину. Вот. Вот. Скажите, а вот это вот пиле отрезают? А? Вот это вот отрезанное сегодня. Отрезают? Здесь домашняя продукция птицы. Кролик, птица. Вот. Есть шикарные курочки, а есть молоденькие. Смотрю, все с печаточками. А почему яйца домашние надо взять? Вот. Кролики такие. Кролики хорошие, я вижу, качество хорошее. Мы когда-то держали кроли. Я вижу, что хорошее кроли. Мало сегодня, пятница. А, уже и распродали. Уже распродали. Кроликов. А почем кролик вот такой? 140. Тушка, да? Килограмм. А можно спросить, а на сколько вот такой вот получается? Да, извините, я не увидела. Спасибо большое. А на сколько что такое, если взять? 35. Ну, что там, чтобы кролички не было. Смотрите. Смотрите. 2,300, по 140, это 333, 335, 330. 330 гривен такой кролик. А вот меньше. А нутрия? А малой говорит, нутрия лучше. Нутрия даже лучше, говорят. Это, смотрите, а это 240. Ну, это поменьше значительно кролик. Да. Значительно поменьше. А почем нутрия? 110. 110 килограмм. Говорят, лучше даже нутрия. Правда? Болезни. Болезни мясо. Вот как приятно побрить. 350. На сколько она там получается? 3200. На 350 гривен 3200. А это у вас курочки, да? Да. Это курочки суповые, а это бройлер. Бройлерные, я вижу, да. А суповая сколько? Вот эта 80 килограмм. Хорошая цена. Мясо? Конечно. И домашняя шикарная, это ж не сравнить. Я не знаю, может половинку взять. А вот это, эти бойлы. Это целую? Да, ну вот насколько она, допустим, получится. Я ж приценяюсь, что почем, как, что мне выгоднее взять. Потому что одно купишь, другое. На 260. На 260 гривен. Да тоже неплохо по цене получается. 150 до 60. Может половинку курочки мне взять. Запечь. А ну дайте я понюхаю. Нейтральный запах, да. А какие вот это мясистый кусок? Сейчас. Ну как вы, как жиночка, посоветуете этот мясистый? 155 кусочек. Ну курочку надо взять. Сало салом. Да. Они одинаковые. А двадцатку не сбросите, нет? Двадцатку не сбросите. Да я знаю, что вы, вы реализатор, так сказать, я знаю. Конечно, сейчас все опирается в корм, я знаю. Так, сейчас я молочку куплю и подойду. Мне разменять надо же денежку, надо же поменять. Тут импортный товар у нас, продукция шикарная. Масло крестьянское 215. Натуральное оно идёт. Вот это крестьянское. Потому что цена небольшая. Цена небольшая, как для натурального. Я не думаю, что она была большая. Нормально, минимум за 1 цент. Здесь идёт. Я поняла, может кусочек взять? Сейчас я молочку возьму. Товар какой красивый. Красиво. 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 Спасибо, милая. Спасибо. Ну, так говорится. А зачем мне его набрать, а потом вот он? Здесь домашние курочки тоже. Надо молочку взять. Нет. Мёдик. Мёдик. А где наши витаминки? Здравствуйте. Польца. 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 Давайте я возьму на пачечку одну. А как вы их называете? Нет. А вот вы природный. иммуностимулятор природный природный 200 литровая да 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 с утра натощак не заедать а меда можно немножко отдавая специфически большое спасибо как я снимаю для ютуба я снимаю вот две недели назад снимала теперь снимаю как цены поменялись для людей чтобы знали какие продукты сушу почем ведь не все имеют возможность ездить многие не хотят коронавирус еще многие не хотят ездить на рынок да а так можно если уже знают конкретно что взять подведут пока козье молочко извините а почем не жирный а анима только жирный 90 да давайте полкилона на 8 среднего такого наверно дайте кусочек я попробую я так не могу венге он весь красивый короче какой у вас весь по 90 какой самый гарный лучше а ну твердейший мне не надо некий слой и ток и ток мне кислый надо пробовать а у вас почем творожок 90 тоже да вас не видно только творог а почем вы говорили творог у вас возьму наверно у вас а молочко по 20 до минуту кто и 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 Продолжение следует...